здравствуйте дорогие друзья уважаемые любители спорта это спортивный подкаст на днепр тв и отныне мы выходим по понедельникам вечером как всегда в этой студии наверное один из лучших специалистов в регионе по автоспорту по крайней мере в узких кругах никита сидненко ну и анатолий борисович инкаренко специалист по всем видам спорта на планете здравствуйте здравствуйте ну футбол закончился сейчас можем вспомнить конечно и футбол хотя о футболе можем говорить об отечественном футболе сегодня прошли жеребьевка еврокубков где шахтер донецкий и полтавская ворска и колос ковалевка узнали своих соперников по следующим турам квалификации ну и в конце этой недели стартует 33 наконец 33 олимпийские игры в токио так что будет о чем поговорить никита предлагаю перед тем как мы перейдем к олимпиаде и к футболу все-таки поговорить о 10 гонки сезона гонки фельдверствования знаете сегодня я извиняюсь я сегодня шел специально думаю надо же не ну я слышал там блин уж новости этот самый листаешь так смотрю дтп скажем так было в моем понятии дтп но авария дорожно-транспортная прогода да там и там попросили чтоб хэмилтон извинился перед ферстаппеном он говорит мне нечего мне извиняться но это было чисто рабочий момент но насколько я разумеется на формуле 1 даже хэмилтону там присудили 10 секунд штрафа что наверное очень много для формулы 1 но и тем не менее это не помешало ему выиграть гран-при великой британии так что ну вот это все мои познания ну немножечко вернусь на скажем так сколько 4 дня назад даже на 5 дней назад у нас чем чем британия так важна в этом сезоне и не только в этом сезоне в принципе для будущего спорта для формулы 1 скажем так ну может быть и для планеты потому что британия первое так сказать в мире ослабила ковидные ограничения и помимо того что у нас закончился футбольный чемпионат евро да где у нас было очень много зрителей на трибунах и кстати там произошел один очень неприятный инцидент для пилота макларена ландо норриса потому что он на вэмбле присутствовал на финале и после того как он выходил из стадиона его ограбили господи боже его поджидали несколько человек возле его автомобиля макларен и болит и прям не на автомобиле макларен у них есть серийная машина и украли у него дорогие часы которые именные были для него сделаны там цена больше ста тысяч евро в этих часов и ну достаточно во время финала после вот выходили когда люди со стадиона показывали там такая я удивился да с такой сделкой написали что встречая европа евросоюз там ну казалось бы такие гладкие ну хорошие такие отношения теплые были после матча именно ну до матча был когда сквозь цепь стюардов прорвались болельщики английские а потом уже после финала англичане стали молотить итальянцы там не разбираясь там ну для запада это дико было последние несколько наверное уже десятилетий два так точно подобного чего-то не было что дрались в украине там россии да понятно там дерутся болельщики там харьков на днепр там москве там эти мясные против коней цска вот в европе как-то такого не на английские фанаты не одни самых жестких считались европе всегда да не ну после того как тем более если расстроен даже был извините весь королевский двор то что говорить о рядовых болельщиков не дело в том что да но когда англию там на 5 лет отстранили еврокубков вот они болельщики поубавили свою спесь и вы же видите что англия первая перешла когда начали уже усаживать болельщиков по креслам когда сделали безопасное ну это же раньше понимаете когда был там бельгии когда случай этот был когда подавили много болельщиков тогда уже было принято решение об установке этих индивидуальных сидений дабы обезопасить хотя на небольших стадионах сейчас есть чисто трибуны такие стоячие за воротами дешевые я извиняюсь просто мы коснулись темы того что имело место если уже там часы спурили скажем так сытой и довольно таки обеспеченной англии но наверное что-то не то опять в мире начинается пока не известно кто это был итальянцы или все-таки но все равно все равно на уэмбле вы же представляете какой уровень безопасности был да там особенно для вип-персон да тем надо было пройти там несколько кордонов там когда если у нас там в киеве там в других городах стоят металлоискатели там досматривает там все все там понятное дело что он то зашел а там я насколько понимаю там же еще была ситуация когда кто-то из болельщиков на поле выбежал в трансляции же не показали но это запрещено трансляции в интернете кстати не увидел ну это же с трибуны я имел место быть когда-то одно время период офицера безопасности матчей который проводится под гидой украинской ассоциации футбола но там как бы молнику люди которые транслируют не меня тебе рассказывать люди которые транслируют любое спортивное мероприятие когда происходит какое-то чп ну человек там выбежал на поле там или я не знаю там еще однажды набрел драку извините после матча которая не пала в трансляцию все выглядело очень чинно и благородно паркете прямо драка произошла не ну и что же этот самый но это баскетбольный поединок да там по моему одесса с кем-то играла что-то я бы я так помню что ну притом сошлись два человека скажем так легионера что не поделили два американца насколько мне помнится что самое интересное брэнди гул пеппер да гул пеппер в общем со своим соотечественником американцам почему что-то там они выясняли причем потасовка продолжилась потом и на улице ну вот видишь два американца искали на правду на далекой украинской земле так я заканчиваю то что мне тоже было интересно посмотреть там как что же там случилось да ну видите сразу быстро камеру переключили там вратаря долго показывали пока там стюарды убрали этого товарища ну 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 кстати вот тоже интересная ситуация если уже про баскетбол так немножечко вспомнили отвлечемся я помню когда-то присутствовал на матче бака днепр и я не помню с кем они играли тоже давно было лет десять назад и когда щепкину нос разбили да и у него кровь из носу идет все это по паркету он бежит все равно с мячом мне интересно как это в трансляции характера как это в трансляции выглядело не достаточно хороший игрок очень много болельщиков знаю сам лично были так вот возвращаясь к формуле 1 формула 1 у нас по сути началась в британии первое гран-при как раз таки состоялась с ульверстоуне в 50-м году и решили владельцы формулы 1 что вот все таки надо вот именно на этом гран-при при полных трибунах при новом формате квалификации которые они отсюда будут отсюда они ее стартовали решили что будет уместно показать новый болид который новую генерацию болидов которая будет со следующего сезона и они выкатили мул макет с которым сфотографировались все пилоты команд ныне действующих и попросили там в прямом эфире оценить пилотов новые болиды и там была такая ситуация интересная когда даниэль рикардо еще когда шла заставка почему-то включился его микрофон и он начал говорить что выглядит дерьмово и потом когда уже включили трансляцию и сказали даниэль а вы сказали что болид выглядит плохо он выглядел растерянно я вообще не про это говорил мне машина очень сильно нравится все хорошо но многие пилоты бывшие ныне действующие из других серий сказали что очень сильно похож на болид инди кара все-таки он такой приземленный и более скажем так короткий выглядит немножечко в олдскульном стиле я бы так сказал то есть чем-то напоминает знаменитый mp44 болид айртона сены 88 года на котором он стал чемпионом то есть есть некоторые черты но при этом он выглядит по-современному и что самое интересное ретро снова входит моду да самое интересное у него там антикрыло оно идет вот так и загибаются такие вверх продольные крылья и в интернете тут же начали форсить мем что переднее антикрыло сделали по подобию бывшего босса формулы 1 чей за керри у него были такие усы заданные и сказали что вот аэродинамику срисовали с чей за керри вот но скажем так это было в преддверии и самое остальное самое интересное у нас стартовало в пятницу это новый таки формат уикенда формулы 1 сначала у нас днем прошла практика первое раньше у нас было три практики здесь у нас было было две первая прошла в пятницу после нее провели классическую квалификацию формулы 1 ничего сверх такого не произошло как вот и ставил вот до начала все-таки старта я понимаю что ты априори всегда ставишь на сэра хэмилтона но все же он проводит неровности на сэра хэмилтона как раз и ставил почему потому что mercedes в преддверии гран-при обновили немножечко машину и родные трибуны льюис 7 раз побеждал сильверстоуне 11 раз бывал на подиуме выигрывал а ведь разбор на англии на родных трибунах уэмбле на евро 2020 не смогла льюис при этом смог что самое интересное забегая наперёд и получается провели они квалификацию квалификацию выиграл льюис это по сути это его 101 пол но как он будет читаться дальше в статистике пока не понятно потому что изначально решили что вот кто победил спринт квалификации тот и будет считаться обладателем пол позиции но много болельщиков много пилотов обратились к руководству формулы 1 к фига что но это будет немножечко нечестно льюису выдали покрышку с надписью speed king король скорости да то есть что он был все-таки самый быстрый показал самое быстрое время вот но в субботу с утра у нас прошла первое скажем так по старому стилю это называлось бы warm-up вот такая предгоночная как это правильно бы так на русском предгоночная сессия да где пилоты вот готовятся к основной гонке вот они поездили еще часик потренировались так получилось инженеры разделили своих пилотов на разные стратегии посмотреть в спринтерской гонке какая будет все-таки более выигрышная стратегия ну и вот вечером у нас старт стартует 17 кругов спринт квалификации льюис стартует первым макс вторым третьем у нас был валтери ботас если память не изменяет и для многих было удивление все думали что сейчас все стартуют на медиуме потому что ну средней жесткости резина по сути давала шанс проехать 17 кругов без спидстопа без каких-либо последствий но некоторые пилоты рискнули рискнул валтери ботас стартовал на софте рискнул по моему кими райканен и что самое интересное софт это мягко до медиум средней жесткости хард самое жесткое рискнул фернандо алонсо и алонсо стартуя 11 если память не изменяет софт софт я правильно понимаю софт быстрее нагревается при этом дает лучшее сцепление лучшее сцепление но быстрее изнашивается вот ну примерно на этой трассе на 7 десятых с круга софт быстрее чем видео фернандо стартовавший 11 на медиуме уже на первом круге отыграл шесть позиций и ехал пятым и очень долго оборонялся и оборонялся очень жестко меняя траекторию на прямой и многие начали на это жаловаться тот же ландо море заварит фернандо меняет траекторию и ланда которого грабили на ванда собрался перед родными трибунами уландо просто было огромное количество болельщиков это было удивительно он в соцсетях он был легче бичусов кстати ну и вроде говорят что ему сделали еще лучше все-таки это тоже пиар в свое время босса формулы-1 бэрни еклстона побили украли у него дорогие роликсы и по всему миру пошла реклама где бэрни еклстон с разбитым лицом и стоит с часами ролик по всему миру разошлась и говорят что это одна из самых эффективных реклам роликсов принципе которая была вот и у ландо было очень много болельщиков в том числе у льюиса да и вообще говорят 90 процентов болельщиков которые были на трибунах а в воскресенье их было без малого 140 тысяч вот болели за льюиса и даже несмотря на аварию льюиса на всю критику его уже после воскресной гонки все равно болельщики поддерживали очень сильно и когда он там опять-таки забегая наперед бегал с флагом там люди просто трибуны были настолько громкие ну наверное в финале финале евро они были потому что британии нужны победы и это была победа большая возвращаясь к субботной субботней спринт квалификации льюис на старте все-таки пропустил вперед макса и несмотря на то что он держался не отставал более чем на 2 секунды от макса и входил в зону дс и в slipstream его попадал у льюиса не было шансов макса обойти потому что у них у обоих почти одновременно начала перегреваться и пузыриться резина немножечко потеряли держак и в придачу ко всему было видно что никто не собирается рисковать буквально через несколько кругов после старта серхио перес напарник макса ферстаппина пошел на небольшой риск и его машину сорвало и развернуло и он провел всю спринт квалификацию будучи 18 мы в конце скажем так по стратегическим причинам сошел его команда зазвала в бокс и для того чтобы засчитать сход чтобы настроить машину в гонке на атаку на то чтобы серхио смог все-таки прорваться вот ну в основном пилоты не особо рисковали не сказать что новый формат зашел многим то есть мнение разделились 50 на 50 и все-таки хотелось бы посмотреть в той же италии в монце как там пройдет спринт квалификация потому что следующая будет там это как раз будет после летнего периода 3 3 3 должна была быть в бразилии но говорят связи с к видными ограничениями все-таки в бразилии этап может не состояться и появились слухи что может состояться два этапа в сша первый вариант это то что у нас в остине в техасе пройдет две гонки чередуясь там в одну неделю и во вторую и скорее всего не дико не трасса остин это трасса построена для формы для формы герман тильки построил просто потрясающий автодром но есть слухи что вот если там пройдет две гонки или одна же то одна из них будет с этой спринт квалификации именно в остине это если не будет бразилии и второй слух который сейчас тоже активно муссируется это то что один из этапов может состояться как раз таки на трассе индикара в индианаполисе вот роджер пенске недавно выступил с заявлением что если формула-1 хочет попасть на индианаполис то цена за этап должна быть не 20 миллионов долларов опять и платить должны не мы а нам вот ну достаточно такое сильное заявление от владельца скажем так siri indicar нынешний до с прошлого сезона и владельца все-таки как раз и в индианаполисе ну и понятной команды ну ходят слухи что очень сильно они хотят заполучить еще один этап сша именно в индианаполисе раньше там собственно и проходил последний этап по моему 2007 году как раз таки там состоялся но посмотрим как дальше будет развиваться события что с гонкой ну вот спринт квалификации и льюис понял что тяжело обогнать будет соперника на дистанции и поэтому сразу после квалификации когда макса ферстаппина наградили венком лавровым они решили вернуться классическим традициям там когда в 70-х годах еще пилота все-таки венком награждали они кубками как потом это стало более популярно ну и наградили макса ферстаппина венком за победу в этой спринт-гонке все официально как бы выиграл пол позицию стартует первым льюис сразу же в интервью сказал что очень хорошо что гонка основная завтра мы сможем подумать как нам лучше стартовать потому что что-то в этом сезоне наша команда очень сильно проваливает старты внезапно ну в основном эти старты как раз таки ботас проваливает что он собственно сделал спринт квалификации и что он сделал в основной гонке ботас наверное проваливает их потому что хочет максимально насолить своей команде перед уходом думаю что он все-таки уйдет да вот сегодня тот а вольф сказал что если все таки мы с валтере не согласимся на новый контракт тот а вольф все таки является менеджером в алтаре ботаса помимо того что он босс мерседеса то он сказал что в алтаре может не переживать и обязательно найду вот ну и льюис сказал что будет атаковать гран-при и вот воскресенье старт гран-при льюис самого начала атакует лучше чем максим стартовал в какой-то момент он опережал макса его долго не шли колесо в колесо то льюис впереди то макс впереди и вот они доходят до поворота к упс такой очень резкий затяжной поворот в котором в которой заходят на очень большой скорости и выигрышная траектория там по факту одна это заходить с внешнего радиуса на апекс внутрь поворота и по сути вот обогнать в нем по внутреннему радиусу или по внешнему еще шире это будет очень тяжело почти невозможно пилот который заходит в него первее должен ошибиться и собственно льюис вынырнул с внешнего радиуса внутренней перед прямой которая шла перед поворотом и в момент когда они оба заходили в поворот вот тут достаточно очень спорные спорные моменты и мнение как пилотов как комментаторов как стюардов как боссов команд но очень сильно отличается от того кто же все-таки был неправ льюис который залетел в поворот понимая что скорее всего там он не сможет обогнать либо же макс который не уступил понимая что оттуда не выйдет два пилота из этого поворота и вот собственно они столкнулись макс льюис немножечко поймал заднее колесо макса макса разлетелся обод слетела покрышка и болит на скорости по 300 развернула и макс улетел в отбойник испытал просто огромнейшую перегрузку во время удара 51 g это как с космоса упасть пример вот но благо надежность и безопасность современных болидов очень-очень велика авария конечно смотрелось зрелищно особенно с трибун там многие зрители которые присутствовали на этой трибуне под которую макс улетел сняли этот инцидент и конечно авария выглядела ну просто очень никита ну именно она и поспособствовала в общем-то позитивному результату для британского пилота да вот тут как раз таки вот много вопросов льюис получил штраф 10 секунд многие сказали что штраф незаслуженный льюиса нужно было дисквалифицировать кто-то сказал что этот штраф был сильно мягким кто-то сказал что этот штраф был сильно жестким у нас формуле-1 по сути есть несколько видов штрафа это 5 секунд добавления к результату 10 секунд который льюис получил и самый жесткий штраф это стоп-н-го это когда ты должен заехать на пит-лейн и отстоять там 10 секунд вот собственно уже на льюис удалось льюис удалось даже несмотря на этот штраф и он побеждает что по очкам сейчас у нас в таблице у нас льюис отстает на 8 очков от макса да то есть ну смотри 8 очков это по сути лучший круг и победа в гран-при венгрии где у льюиса также 8 побед как и здесь в британии то есть в венгрии это хоккенхайм ринг одна из лучших трасс для льюиса там он доминировал во все времена и ожидать того что следующая гран-при он проведет там плохо не знаю вот мне кажется если льюис выиграет следующий гран-при а макс придет вторым то мы уйдем на летнюю паузу на летний перерыв с одинаковым количеством очков ну интрига снова будет висеть чемпионат да то есть интрига будет очень большая но опять-таки возвращаясь к аварии макс верстаппин был крайне недоволен сказал что льюис поступил очень плохо что он атаковал намеренно то же самое сказал хельмут марка скажем так босс команды этой поддержки юниорской редбула спортивный консультант команды редбул кристиан хорнер босс команды тоже вы скажу чем закончилось никита к сожалению мы не можем вечно говорить о формуле я понял тебя ну чем закончилась тем что мнение разделились кто-то говорит что это был гоночный гоночный инцидент кто-то говорит что льюиса нужно дисквалифицировать читаешь я считаю что это был гоночный инцидент давайте на этом закончим то есть ты все еще болеешь за льюиса хэмилтона и веришь в его победу и в нынешнем сезоне да то есть он сможет одолеть молодого дерзкого макса ферстапина посмотрим не знаю я думаю что все таки скорее всего титул могут выиграть чемпиона может стать льюис а кубок конструкторов скорее всего возьмут редбул но может случиться и наоборот потому что редбул все таки перес очень плохо провел это гран-при не набрал очков анатолий борис 157 спортсменов из украины 8 уже 158 таких было изначально все таки 158 спортсменов поезда на олимпиаду от украины почему большая часть из них это женщина не мужчина по вашему ну дело в том что скажем так кстати 158 наше борчение украинскому женщина-борец она сегодня получила травму я хочу сказать что большинство украинских женщин являются неделю назад неделю назад она получила не буквально два дня назад получила травму на тренировочном спарринге тем более что самое интересное что травму она получила в тренировочном поединке со своей главной конкурент конкурентом за место в основном составе на выступления на олимпийских игрок в токио это горкуша была она там по мужу горкуша фамилия грузинская у нее дай бог не помню вот проиграла накид девочки со львова которые тренируют стадники и вот именно как раз именно кид поедет вместо него ну что касается кстати 158 это самая маленькая делегация вообще за всю историю выступления олимпийских олимпийцев украины кстати именно первый день выступления наших спортсменов на олимпийских ирах в на 1996 году в атланте это было 16 июля кстати сегодня и с того дня учредили день тренера украины я сегодня крестую чесногодую потому что у меня масса очень много тренеров друзей к ним ко всем отношусь по-доброму по хорошему они все разные хотелось сегодня целый день каждого поздравить но ну и просто руки не доходят ребята пацаны дядьки молодые дай бог вам здоровья воспитывайте кто олимпийских чемпионов кто тренирует маленьких деток и вот тогда в украине был учрежден день тренера который мы сегодня все праздны что касается почему больше женщины я думаю что это связано с тем что женщинам проще именно женщинам проще завоевать олимпийскую лицензию когда потому что это связано с тем что как бы ну но на западе например очень трудно встретить например женщину тяжелого лета женщину борчину потому что запад как-то более ориентирован там на женский спорт это принято в принципе это фигурное катание там художественное гимнастика плавание гимнастика плавание да у нас это же большая борьба это хотя очень самая большая представительство нашей в легкой атлетике наших спортсменов но я говорю что это самая маленькая делегация 158 спортсменов меньше всего это было в рио-де-жанейро 206 человек было но я опять же сужу по тому сколько спортсменов например если в в в в 2012 году от днепропетровской области ехала порядка 23 по моему человек из них 9 грибцов было 9 грибцов было то уже на олимпийские игры в 2016 году в рио-де-жанейро поехал 12 человек сейчас уже поехало 9 человек от днепропетровской области ну и учитывая то что двое из них это сестры киченки это большой теннис вот но скажем так мал золотник да удал дело в том что в этом году у нас делегация как никогда сформирована с таких спортсменов что почти что каждый из них может завоевать медаль и чего мы ждем ну давайте если так даже говорить на вскидку это наши легкоатлеты могучих и кохан могучих прыжках высоту будет претендовать на золото кохан метание диска сейчас сумасшедшей форме будет претендовать потом рыжикова должна должна побороться за медаль как в личном беге на 400 метров с барьерами так и в эстафете 44 по 100 метров богдан богдан никишин поедет поехал на свою четвертую олимпиаду но я не думаю что он там будет зацепиться за какую-то медаль в индивидуальном зачете хотя все возможно но в команде команда очень наша высоко стоит в рейтинге и в команде они прошла на прошлой олимпиаде не на четвертом месте остановились сейчас они и вниз шансы очень велики в шпаге побороться ну кто кто у нас еще напомните так 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 ну вы знаете что на четвертую олимпиаду и это александр ситковский самый старший спортсмен нашей делегации 43 года самый младший 15 лет человеку и это середа при которой прыжки в воду 15 лет уже на олимпиаде это как не ну это же опять же понимаешь я вот не приветствую не приветствую что ребенок едет на олимпийские игры мы тут как-то говорили уже и тоже говорил там понимаете что мир сошел с ума потому что девочки которым по 13 по 14 лет вот они едут на олимпийские игры по фигурному катанию в одиночном катании 13-14 лет когда у них еще не сформировался организм они прыгают там ну я не специалист в фигурном катании но не прыгают сложнейшие прыжки когда у них там просто этот как хребет позвоночник выворачивает да там ну там четыре с половиной там аксели там я не знаю там трудно мне сложный технический элемент очень сложная потому что организм еще не сформировался понимаешь они могут его крутить и налево и направо потом через два года когда они уже девочки и физиологически созревают и проходит два года они уже два не то что не могут прыгнуть два оборота они уже не могут они трудом катаются потому что они вот сверх нагрузками вот они портят не тот же мальчик который прыгала это прыгает там 15 лет но ребенок едет на олимпийские игры сейчас уже очень серьезно мировые федерации все международные рассматривают вопросы о вековом возрастном цензе какой-то какого-то для олимпийской игры потому что мы скоро уже дойдем до того что уже будут юношеские олимпийские игры когда понятное дело что там 16 лет в эндеркиндом да проще там обороть дядька которому там алексей середа вы знаете он двукратный чемпион европы все-таки сейчас за него говорят его результаты но вы говорите о все-таки о возрастном цензе до такого возраста определенная какая разница какая разница где он прыгает но он прыгает он чемпион европы он чемпион мира он может стать олимпийским чемпионом я говорю о том что в 15 лет понимаешь вот 15 лет ну это еще дети там понимаешь но дети и ну как-то ну не вяжутся там олимпийские игры я не говорю что есть юношеская олимпиада есть юношеские олимпийские игры да пожалуйста которую прошла к ней могучих и кохан да участвуйте там стартуете там говоров кстати гору тоже прошел это но не попал не завоевал лицензию потому что у него хорошие результаты плаванию на 50 метров но не в олимпийской дисциплине он лучше плывет butterfly олимпийская дисциплина это плавание вольным стилем он не попала кого мы так кого сестры киченок никита нестеренко метания диска но трудно будет конечно очень трудно будет наши бандонистки ой боже вспомню сегодня штука писал них кто у нас еще сестры киченок денис кесель плавание я не думаю что ну для него первый старт такой скажем так дай бог чтобы он удачно выступил но я же говорю что вот на три-четыре медали мы вправе рассчитывать учитывая то что мы с рио-де-жанейро не привезли ничего не прокторовская область ничего не привезла вот сейчас вот так подошли все наши спортсмены так что ну вообще вообще аналитики которые там говорили об этом они говорят о том пророкуйте сборной украины 15 общекомандное место и завоевание 21 медали из которых 6 золотых 7 серебряных и 8 бронзовых наград и принципе на сегодняшний день это очень очень реально потому что очень сильны наши позиции ну давайте даже можем вот я сегодня так смотрел вот смотрите лидер мирового сезона дарья белодет в эндеркин тоже девочка 19 лет дзюдо да там но опять же хамо зонтарая неабали люди которые скажем так трутся как медведи о земной оси люди которые трутся возле педестала почета на кубках и этапах мира но опять же могу сказать одно что понимаете олимпийские игры это по большому случаю по большому счету случай да да они ни с чем не сравнимы они проводятся раз в четыре года но опять человек приехал там на олимпийские игры там да там почувствовался насморк какой-то что-то да вот именно на этот день у него не заладился старт но помните саша у нас был забрали к сожалению у него медаль серебряную по метанию копья по ночам работал я его хорошо знаю работал работал сторожем на стадионе локомотив по ночам от нечего делать выходил и метал копье вот метнул тоже поехал не был там особо не лидером сезона но так так звезды стали да вот он метнул серебряная медаль потом начали разбираться кстати за все время участия в олимпийских играх мы мы потеряли у нас забрали 11 медалей разного гатунка а если говорить о допинге то у нас в этом уже году вот на в этом году от не поехали например один из претендентов на золотые награды это чемпион мира олег верняев гимнаст потом нашли у него этот самый и сначала была такая пауза непонятки там ну не поехал прищепа мария не приехала не поехала легкая атлетика дисквалификации не поехал очень сильный тяжелоатлет который мог бы завоевать медаль чумак тяжелоатлетов это вообще такая бич 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 вот ну опять же там не по понятной причине один из лидеров мирового сезона бондаренко прыжки в высоту тоже не поехал ну говору просто не смог завоевать олимпийскую лицензию учитывая что ему уже 29 лет я думаю что ну трудно будет так вот про медальные медали да там ну мы уже говорили могучих рыжикова кохан есть еще такой проценко прыжки в высоту среди мужчин бэх романчук прыжки в глину ее муж романчук один из лидеров сезона по плаванию боксер хижняк очень реально претендует за никишином говорили ольга хорлан хоть сборная саблисток и не вышла команда и хорлан то вообще наша вечная надежда хорлан да вот среди этих самых очень большие шансы у молодого парня илья кофтун есть такой очень стремительно ворвался но еще ради виллов есть это пацаны которые выступают в спортивной гимнастике но очень мощная представлена наше наше карате да если взять там гаруну взять серегину терлюгу они последний год не очень мощно выступает на международных турнирах они в призах на чемпионате мира ну лузан четверякова это девочки академич гребля на байдарках и кануа можем говорить у нас там костевич кулиш это полевая стрельба ну давайте сбрасывать со счетов павла тимошенко пятиборца который уже долгие годы является одним из лидеров мирового сезона нас еще и зевина плавание сейчас она как-то так помните еще вот тому назад она мощно стартовала побеждала там ну опять же что вы может переросла как-то опять же говорю все будет зависеть вот в каком не то что в каком ну но состояние даже тем более что олимпиады это ковид на это токио связано столько с ней разных нагараздник что тут главное конечно не на ходе надо можно нового не приезжают свет я знаю уже там показывали и никишин пять дней не тренируются они там проходят адаптацию в токио кисель выкладывал видео он в бассейне там ну опять же там японцы там чуть ли не до последнего там упирались они не хотели чтобы в олимпийские эти игры проходили ну там беспроцедентные заходы без пеки уже был и в жите церемонии открытия и будет только тысячу человек вип-персон присутствовать это президент международного олимпийского комитета президент национальных олимпийских комитетов это еще 200 человек там ну и там спонсоры вот опять же нонсенс впервые в истории наверное не только олимпийских и всех олимпиад спортсмены сами себе будут одевать медали уже не то что будет представить будут преподносить на подносах спортсмен одевает но я думаю дай бог что каждый свое одеет ну кровати же делали картонные слышали да видео выкладывали не только спортсмены которые указали но и ирландский гимнаст рис макленаган когда пошел слух о том что японцы сделали кровати картонными для того чтобы ограничить интимную близость спортсмена во время олимпиады сказали что кровать может выдержать только одного человека это очень в очень спокойном состоянии заснули проснулись и ирландский гимнаст японцы вроде грамотный народ но если ты решишь об интимной близости можно и на пол свалиться в принципе на кровать оставить в покое это такое ну опять же казалось бы если только на кроватях да не гида ну и вот рис макленаган он записал видео в общем стал на кровать попрыгал сказал кровать прочная из картона да но поверьте не для этого вот поэтому вот такие курьезные вещи случаются вот на преддверии вот ну 23 числа в 14 часов по времени будет торжественное открытие олимпийских игр и то что я не закончил мысль в префектурах именно токио и префектурах которые прилегают к токио к столице все соревнования будут проходить без болельщиков и в нескольких префектурах более отдаленных будут допущены это с ограничением по моему 50 процентов болельщики смогут наблюдать за соревнованиями ну я же говорю что япония так уже наверное уже спустя рукава ради бога проводите как нибудь откатить уже не не могут назад там настолько серьезные инвестиции были вложены в эту олимпиаду что просто там все посыпется там либо и отменять совсем и тогда сумасшедшие финансовые просто потери либо проводить уж как проводить ну там же там же завязано завязано огромное количество рекламных контрактов пацаны маша улитина извини я вспомнил на нашу бандминтонистку мария улитина да потому что ну что-то как-то меня перемкнуло там маша улитина она выступала на предыдущей олимпиаде в бразилии она обыграла по моему две спортсменки она в общем зачете где-то девятое тринадцатое место ну очень во первых очень жестокий отбор как никогда в бандминтоне тем более что в бандминтоне очень тяжело пролезть потому что нашествие в хорошем понимании слова нашествие сильно бандминтонистов и азии это индия пакистан это китай это малайзия япония корея плюс сильные бандминтонисты дании россии германии англии и очень трудно пробиться число шестьдесят четырех или 32 я уже не помню по моему 32 очень но от мария улитина скажем так одной из последних запрыгнула на уходящий поезд в токио теперь есть кого обыгрывать анатолий борисович думаешь стоит позитивно еще мужчин будет выступать артем почтарев один из ветеранов бандминтонного спорта харьковчанин украины там ну дай бог пожелаем им успеха будем надеяться что 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 как можно выше они поднимутся по по лестнице хотя будет очень и очень тяжело и подтверждение тому последний чемпионат европы который был в киеве так впервые за всю историю международная федерация бандминтона доверила его проведение был проведен шикарно на высочайшем уровне все там аплодировали стоя украине что она на таком уровне организовала провела там начиная от мелочей и заканчивая там супер пупой пупер компьютеризации этого всего процесса ну а то ли борисович мне сегодня никита такую новость рассказал интересную вы знаете в японии пропал тяжелоатлет из уганды мы начали разбираться каким образом большой тяжелоатлет темнокожий из уганды может пропасть прибыл он японию сено кстати об этом сообщает прибыл он японию и пропал не прошел квалификацию кстати в общем то на олимпиаде он бы и не выступил его зовут джулиус секи талека и вот была найдена записка где он написал что на родине в уганде жизнь для него была слишком тяжелой он хочет остаться проживать дальше и работать в японии и все его начала искать полиция потому что по всей видимости просто так японии оставаться нельзя особенно три тяжелоатлет из японии было обнаружено что он купил билет в город ногоя и просто умотал туда вот поиски продолжаются олимпиада уже на носу а джулиус где-то где-то так сказать в путешествие наверно ни для кого не секрет раньше вы помните да когда железный занавес советский союз был вы не помните потому что вы не жили я это все хорошо помню но я помню времена когда уже могильный федоров убегали когда наш украинский гаданюк украинский хоккеист люди просто-напросто искали первую возможность уехать за границу этой то ли это были олимпийские игры то ли чемпионат мира то ли матч нхл советский союз люди просто если им здесь платили там они были офицерами советской армии образно говоря там 300 рублей им платили в месяц хотя по тем временам когда средняя зарплата зарплата в стране там было 150 180 рублей 300 рублей это были большие деньги тем более была возможность там по льготной по льготной цене и по льготной очереди приобрести там автомобиль квартиру мебель но когда они приезжали в нхл и там многотысячные контракты предлагали конечно убегали ну и уганда но опять же как спортсмен я так понимаю он него какой но человек воспользовался возможностью уехать но это что-то можно применить например представитель северной кореи да приехал бы в японию там и понял что лучше ему здесь затеряться чем опять возвращаться домой помните там чемпионат мира был когда северная корея там проиграла 6-0 и они там приехали домой их там то ли в шахту отпустили ну в общем была до история северная корея до сих пор не признают этого факта но независимые в общем-то аналитики расследователи о том что они пропали действительно вот ситуация когда там северная корея чемпионом мира по футболу становилась да интересная ситуация матч северная корея-бразилия корея забывает один матч и все остальное пропускают и ну и все вот а в северной корее по местному телевидению национальному показывают единственный гол и объявляют северную корею чемпионами чемпионами мира но в гол как подтверждение о том что в финале они обыграли меня там понимаете там теория чучхе чучхе по моему да это ты должен потреблять то что производишь сами или производят в твоей стране никакого импорта ну естественно дело великая дело пропаганда то же самое что например мне понравилось недели две назад по моему были такие по семейному добрые хорошие проводы наших спортсменов на днепропетровской области правда пришло всего лишь двое это маша улетина и не киши но пришли двое я объясняю почему потому что многие были на сборах многие со сборов улетали прямо могучих в это время выступала на чемпионате на молодежном чемпионате зато по семейному отправили да больше сестры киченок играли где-то международный турнир кесель тоже потому что один из первых стартует уехал уже вот но не было знаете вот такой накачки не было потому что от советские времена там все время там собирали и говорили там уже знаете вы представляете советский союз мы должны во что бы то ни стало кровь из носу мы должны быть выше америки мы должны показать торжество социализма потому что мы у нас больше всех развит спорт мы социализм это будущее всего мы строим коммунизм да и люди там от напряжения там я не знаю там дело в том что допинг допинг глотали и тогда допинг глотает и сейчас правда сейчас уже стали более такие современные методы извлечения и даже допингом уже считают например фуросимид как у нас этот самый ну это можно лишнюю жидкость да мощная да мочегонная мощный мочегонный препарат который рыбка помните футболист был киевского динамо он же за фуросимид там ну это один только пример да потому что люди которые глотают допинг скажем так потом пьют фуросимид который это все дело выгоняет но опять же там это целая лаборатория там например ну ты например месяц глотаешь препараты тренируешься нагоняешь мышцы нагоняешь нагоняешь а потом посчитали что ты еще месяц должен пить лекарства и препараты которые это все выводят ну там посчитано например там за 30-40 дней он должен уйти там как-то вот но каждый человек это индивидуум у каждого человека по-разному да нельзя там и почему вот например на олимпийских ирах по моему 16 или 12 года когда нашу сборную этих самых тяжелоатлетов пригласили пройти допинг-контроль у нас в стране там да когда они пошли там из 12 человек 10 оказались светящимися ну показалось что они нафаршированные да им сказали все ребята спасибо для вас олимпиада закончилась ну вот те примеры которые мы дай бог чтобы не было а еще обидней когда человек приезжает у него там через четыре через пять лет забирают медали я же говорю что вот у нас украину позбавили позбавили 11 таких медалей это и тяжелоатлеты там у нас есть и легкоатлеты мне кажется когда такой долгий срок проходит длительный помните как с лэнс там артунга все равно я думаю что в сердцах болельщиков у нас это чемпиона не ну дело в том что понимаешь интересный факт вот например буквально 30 секунд в нбэ в нбэ нету допинг-контроля нету ты приходишь но если ты двинул кони умер будет отвечать президент клуба главный тренер понимаешь там зрелище люди приходят ты хоть там нафаршированный хоть ты обожрись этих этих самых но если ты умер по всей ну дай бог что обошлось для нас все никита скажи пожалуйста будешь ли ты вот с таким же рвением и страстью следить за результатами наших спортсменов на олимпиаде как за результатами сэра льюиса хэмилтона скорее всего за нашими прыгунами воды пловцами ну что друзья давайте пожелаем удачи нашим спортсменам на олимпийских играх мы постараемся также отвечать результаты и события в токио напоминаю что это был спортивный подкаст наш проект о спорте никита сидненко анатолий шинкаренко сегодня были сами в студии и я дмитрий харлов всего вам хорошего до свидания и до встречи хорошего спасибо 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 Продолжение следует...